Итак, тренинг у нас сегодня называется «Проведение скайп-собеседований». Начинаю, наверное, с себя. Как я к этому вообще пришла, к этому замечательному методу? Просто люблю людей, да, и просто люблю делиться информацией, вот и все. То есть, наверное, с этого все и начинается. Нужно любить то, что вы делаете, нужно любить метод, которым вы решили работать, и тогда, естественно, все получится. Основной метод, которым сейчас работаю, это скайп-собеседование. То есть, об этом методе сегодня расскажу, раскроем вопросы, поговорим обо всех сложностях и нюансах этого метода, и, в принципе, разжуем все по полочкам. Итак, почему все-таки этот метод, я считаю, на мой взгляд, актуален сейчас, как понятие даже сетевой бизнес, бизнес-общение, да? Почему мы растим профессионалов этим методом, почему хорошая статистика, и почему люди боятся начинать? Я думаю, что эти вопросы встают у всех тех, кто хочет попробовать себя в работе этим методом, поэтому с этих вопросов решила сегодня начать рассказ. Актуально всегда живое общение. Почему? Потому что есть доверие к вам человека, который вас слышит вживую. Конечно, переписки, конечно, рекрутирование через социальные сети, это тоже общение, да, с человеком. Но вот, когда человек вас слышит, вашу интонацию, ваш голос, то, как вы излагаете презентацию, да, будем своими словами называть, собеседование, это та же самая презентация нашего бизнеса, естественно, открывается просто доверие к вам. Личное знакомство с ситуацией человека, то есть, тоже понимаю, что иногда проработать нюансы, какой человек перед вами, да, если вы работаете через онлайн, немножко тяжеловато. То есть, человек не всегда в переписке напишет, ну, что конкретно у него за ситуация, что его беспокоит, как он вообще хочет двигаться здесь, да, и что его может останавливать. Вот, поэтому, ну, и, конечно, партнеры, которые появляются по методу скайп-собеседований, по методу выращивания через скайп, ну, это, конечно, перерастает в друзья, потому что скайп позволяет включиться, видео поработать, да, поговорить, там, пообщаться, услышать, увидеть друг друга. Поэтому, естественно, выравниваются такие более дружественные отношения, и уже, конечно, партнеры превращаются в друзья. Так, слайды немножко соскочили, но второй у нас вопрос был, почему мы растим профессионалов? Ну, вот, во-первых, потому что человек, который начинает проводить собеседование, да, начинает рассказывать людям информацию, которую когда-то рассказали ему, да, то есть презентацию бизнеса говорить, конечно, он готов в будущем вести личную переписку, он готов и общаться вживую в офисе, он готов и проводить домашние встречи, проводить вебинары, не боится публичных выступлений. Ну, то есть методом, которых вот сейчас мы обучаем уже своих партнеров, да, я четко знаю, что человек, который начал рассказывать вживую людям через скайп, он, в принципе, полностью готов к любым другим методам, ну, эмоционально даже готов. Ну, и обучает уже своих партнеров, это тоже важно, потому что, ну, как у нас, этот бизнес у нас из уст в уста, верно же? Поэтому, естественно, передавать информацию нужно не только в письменном виде, но, естественно, и рассказывать, то есть обучать своих партнеров, выращивать лидеров среди них, естественно, помогает живой звук. Почему страшно? Ребят, смотрите, к вам такой вопрос. Есть люди, среди нас сейчас 371, на моих цифрах написано оно здесь, есть люди, которые хотели бы начать этот метод использовать, но боятся? Ну, допустим, 373 уже. Ага, есть такие, да? Много таких. О, как плюсы полетели. Понятно. А давайте просто разберемся, ребят, почему для многих этот метод, я боюсь, но попробую, замечательно, почему этот метод для многих так пугает? Да просто потому, что вы не знаете, как отвечать на вопросы. Изложить, ну, как презентацию, да, презентовать наш бизнес, вы каждый в голове понимаете, вы уже знаете, что конкретно вас здесь удерживает, что вас сюда привело, вы знаете, что получите. Вы, в принципе, можете рассказать, в голове прокрутить, что вы можете предложить. Но почему человек, вот и у меня новички, да, боятся начинать, они боятся именно тех вопросов, которые после вот презентации, после собеседования польются на человека. Естественно, это пугает. Так вот, я вам честно заявляю, да, уже по своему опыту, у людей всегда одни и те же вопросы. Просто давайте узнаем ответы на эти вопросы и сразу дадим все ответы, чтобы у вас не возникала такая ситуация, что человек вас грузит вопросами. Про систему сопровождения новичка. Все-все-все сейчас подробненько разберем. Ребят, готовьте вопросы все свои после тренинга, потому что на самом деле тема важная, сложная, и чтобы я не откликалась сильно на чат. Хорошо? Договорились? Вот, поэтому просто нужно, когда вы будете владеть информацией, точно знать, что вы предлагаете, будете уверены в себе, в компании, будете уверены в том, что вы говорите, в вашем спонсоре. Вам ничего не будет страшно, и вы будете просто как, ну, просто презентовать на ура. Основные советы, которым хотела поделиться, и новички у меня сегодня, да, вот, которые только-только начинают собеседование проводить здесь. Советы, вот эти основные, может, конечно, еще какие-то посоветую уже в процессе, да, сейчас как бы мы разбираться, но это основные советы перед тем, как перейти уже к процессу собеседования. Держите диалог в своих руках. То есть не то, чтобы не позволяете задавать вам вопросы, а просто сделайте так, чтобы вы вели этот диалог с человеком, да, вы работодатель, и ведите беседу очень уверенно. Поверьте мне, даже если вы работаете без камеры, даже если вы переписываетесь просто в социальных сетях, да, человек чувствует вашу неуверенность. Ну, это я отработала даже, когда вживую работала в офисе с людьми, если что-то, просто в чем-то не уверен, либо в себе, либо вот спонсор там придет, не придет, там переживаете в чем-то, да, либо вот в компании где-то что-то у вас еще заноза какая-то сидит, не разобрались. То есть человек это почувствует. Поэтому нужно просто сесть, разобраться, успокоиться. Если вы уверены во всем, у вас все получится, покажите человеку, что вы во всем в этом уверены. На вопросы, что за компания, что за фирма, люди спрашивают это сейчас и будут спрашивать. Это первые, наверное, вопросы, которые задают люди многие сейчас, будучи через интернет, через скайп общаться. Отвечаю просто, ребят, всем слышно меня? Тишина, да, или тишина слышно? Или слышно, да? Слышно, ну, прекрасно. Отвечаю просто, работаем по договору с известным брендом, не говорю шведская компания, говорю, давайте я вам дорасскажу до конца, и суть работы, и потом уже перейдем конкретно. Если тот человек начинает все-таки переспрашивать, скажите все-таки, как? Я говорю, ИП Степаненкова, интернет-магазин, да, то есть можно вот таким образом ответить. Если у вас еще нету ИП, да, не открыто, допустим, вы можете ссылаться на ИП вашего спонсора, то есть можете просто, там, сказать интернет-магазин. У меня такая фишка сейчас работает очень здорово. Я говорю, что у нас интернет-магазин хозяйственных товаров. Вот, то есть люди сейчас ищут, да, ищут возможности, ищут подработку. Давайте предложим им отличный вариант, и именно вот интернет-магазин хозяйственных товаров. Почему говорю так? Потому что на самом деле огромному количеству людей, вот именно интернет-магазин хозяйственных товаров, просто спокойно ложится на слух, да, и человек успокаивается, думает, что это не злосчастный рефлейм, как многие, да, выходят на скайп. Бытовая химия, ну, можно, но вот как-то интернет-магазин хозяйственных товаров у меня вот как-то лучше идет. Конечно, вы можете создать что-то свое определенное, это просто я делюсь своим опытом. Да, то есть мы про это тоже поговорим, почему пугает и почему поначалу не говорим. Всегда проводите собеседование вот так, да, кто себя узнал. Я всегда провожу в этом состоянии, состоянии королевы, да, потому что на самом деле, ребят, бояться ничего не нужно. Стулом никто здесь не ударит, да, если даже вы что-то не то сказали, ну, ничего в этом страшного нет, да. Ну, там, где-то ошиблись, где-то не то сказали, ну, ничего страшного, да. Да, потом скажите, там, извините, поправлюсь, там, или, ну, просто, если прям совсем страшно, там, выключите звонок, перезвоните, скажите, звук потерялся. Вот, но помните всегда одно, вы на своей территории, да, то есть если вы начали проводить скайп-собеседование, значит, вы владеете этим методом, вы хотите получить в нем результаты, и когда вы звоните человеку, вы уже на своей территории, вы король, вы королева ситуации. Ну, то есть я всегда начинаю, провожу именно с вот этими вот мыслями свои собеседования в скайпе, и получается, кстати, очень неплохо, настраиваешься, да, и получается прям на одном дыхании, очень уверенно, очень здорово. Если ошибаешься, ошибайся уверенно, здорово, да. Итак, едем дальше. С чего важно начать? Очень важно, ребят, можете прям себе записывать, если хотите, когда вы начинаете работать с скайпом, сам скайп очень важен, чтобы у вас был хороший звук, чтобы у вас было хорошее качество связи, чтобы не шипело, не гремело, чтобы тихо было в комнате, да, когда вы начинаете общаться с человеком. Почему? Потому что человек должен быть сконцентрирован только на той информации, которую вы несете. Если где-то что-то шкребется, трещит, да, вот вы сейчас выказываете даже свое недовольство, если что-то где-то по звуку не так. Ну, восприятие тяжеловато. Поэтому с этим, конечно, нужно сразу урегулировать, проверьте звук свой, да, позвоните знакомым. Вот. И, конечно же, нужно настроить сначала аватарку, чтобы у вас на аватарке, это тоже очень важно, ребят, с этого, начиная со своими новичками, видно было глаза. Почему? Потому что на своем опыте поняла, что когда человек звонит и, например, не включается камера, что мы делаем? Мы просто смотрим на аватарку, кто же нам звонит. И если там на аватарке, где-то вы там вдалеке совсем, вас совсем не видно, тяжело воспринимается информация. Гораздо лучше, когда человек видит ваши глаза, потому что в беседе, даже когда вы живым беседом, беседы общаетесь, вы же смотрите человеку в глаза правильно. Поэтому настроите свою фотографию так, чтобы была видна ваша улыбка, ваши глаза, то, как вы выглядите с мужем, вы там одна. Но главное, чтобы лица ваши были, ну, поближе, да, чтобы человек досмотрелся в ваши глаза. Не торопите меня, Надежда, все, я расскажу все подробно. Дальше, конечно, должен быть вот учетная запись ваша. Вот у меня Юлия Александровна, да, вот Джулия написана. Вот такая вот. У вас не должно быть там никаких кисонька, там, ласточка, что там бывает еще, там, Катя, там, конфетка по-английски. То есть, естественно, когда вы будете работать с скайп-собеседованием и добавляться к человеку, или человек незнакомый будет к вам добавляться, он сразу не увидит, это нюансы скайпа, ваше имя, фамилия. Естественно, он увидит вашу вот эту учетную запись, слогин скайпа. И она, естественно, должна быть адекватная, да, то есть можете с этого момента проверить. И настроить вот информацию обо мне, да, зайдите сегодня в скайп, проверьте, что у вас там стоит. Иногда человек начинает работать скайпом, а вот в цитате обо мне стоит статус какой-нибудь там, убью там всех, ну, то есть бывают такие неадекватные иногда цитаты. Поэтому у меня стоит «Здравствуйте, собеседование по предварительному согласованию». Все, то есть четко рабочий скайп, да, то есть человек, когда попадает к вам на связь, уже подробненько видит, что, в принципе, человек работает, да. Замечательно, на этом этапе понятно. Давайте немножко работать будем диалогом, потому что непонятно, слышите вы меня, не слышите. Ага, прекрасно. Да, совершенно верно. Если у вас вот такой вот где-то есть косячок, да, в учетной записи или в обо мне, конечно, поменяйте. Молодцы все. Едем дальше. Да, вот смотрите, вопрос был, да, сейчас вот к этому прихожу. Чтобы новичок, ну, если вы новичок в этом деле, запустился в проведение собеседования самостоятельно, я использую только личный пример собеседования. Ну, и плюс видеотренинг этого вебинара, вот он будет, да, уже запись идет, или там видеотренинг есть у меня на канале на нашем, где новички заходят и учатся. Почему? Вы знаете, я работала, делала и текстовый набор, да, полностью презентации, писала текст, основные там, ну, шаблон вот этого скайп-собеседования, да, давала своим новичкам. У нас был и, ну, как, постоянно на вебинарах проходили, но четко для себя поняла, что, например, если текст дать новичку, да, то человек начинает читать по этому тексту. Это неэффективно. Плюс есть еще такой момент, ребят. Текст не будет у вас функционировать очень долго, потому что время меняется. Нужно подстраиваться под ситуацию. Каждый человек, он уникален в своей ситуации. И каждый раз одинаково, шаблонно не получится и не должно получаться. У вас должен быть, ну, вот как, структура вашего рассказа, точно так же, как и презентацию в офисе, когда проводят люди оффлайн. Поддержите, поставьте пятерочки, кто работает этим методом оффлайн. Человек рассказывает структуру, да, он точно знает, что, зачем он будет говорить, чтобы это все сработало. Ален Кондратьева или там спонсор, помогите, человек действительно не слышит, а, наверное, хочет послушать. Вот, замечательно, пятерочки полетели. То есть вы же не знаете, какой перед вами будет человек, какие примеры вы будете приводить. Это всегда индивидуально. Точно так же и здесь. И поэтому я использую только личный пример. Почему? Потому что человек просто должен послушать вас, например, как спонсора, да, который проводит собеседование. Как у вас люди идут на регистрацию, как вы работаете с возражениями на собеседование. Улыбаемся глазами, правда, Лен, это действительно так, спасибо. И тут точно так же, если даже работаю без камеры, я всегда приветствую человека, про себя говорю, там, мой родненький, да, пришел ко мне на скайп, то есть, чтобы человек почувствовал вашу отдачу, что вы действительно ему рады. И вот этот личный пример на самом деле работает, ну, лучше всяких шаблонов. Человек с вами послушает ваш новичок 5, 10, 15 раз, он услышит, как вы работаете с возражениями, он поймет, что действительно люди регистрируются, он увидит на вашем примере. И он просто включится в этот процесс и поймет, что это, например, его метод. Ну, вот со мной сегодня моя команда здесь. Ребят, поставьте, пожалуйста, семерочки, кто из моей команды, кто пришел по этому методу и кто им работает двоечки. То есть, 72 получится, если вы пришли этим методом и работаете. Ну, вот, как видите, да, полетели цифры. Личный пример. Как обучаю команду? Обучаю вот таким образом, то есть, в скайпе, вот на картинке выделен новичок, да, вот у нас вчера это было, вот скрин сделал экрана. То есть, я не начинаю проводить собеседование моему личному новичку, который пришел на меня. Если меня не слушает как минимум 10 человек. Да, вот на картинке уже девчата себя увидели. То есть, я собираю людей, которые хотят послушать, которые хотят учиться, да, этому методу в чатах наших, в общих. Просто спрашиваю в чате иногда, у меня собеседование, кто со мной, кто будет учиться. Люди пишут плюсы, те, кто хотят этим методом начать, да. Все, мы собираемся в чатик, вот в такой вот небольшой, там 10-14 человек. Вот здесь 14 человек, да, если скайп тянет, здорово. Партнеры слушают, я провожу собеседование с человеком, с новичком. Так как людей много, естественно, камера не включается. Ну, это особенности тоже скайпа, да. Соответственно, вы работаете с звуком. И, в принципе, у нас идут регистрации отличные. Сможете, Полин. Я тоже думала, что не смогу. Я тоже не знала, что это получится. Если просто послушать своего спонсора, потренироваться, все можно научиться. Вот, то есть, 10 партнеров всегда слушают со мной на встрече, как минимум. Вот, встреча у нас была о том, что это действительно так. Так, слева вы видите, вот Динара, да, была на собеседовании. Человек, мы с ним договариваемся о том, что сейчас будет собеседование. Человек пишет, можно набирать, то есть, уже ждет. Перед этим собираемся именно темик будет слушать. Ребят, на вопросы не успеваю отвечать, запишивайте себе где-нибудь, потом все разберем. Я специально хочу уложиться минут в 40, чтобы 20-30 минут у нас было на вопросы. Поэтому не переживайте, на все отвечу. И человека добавляю сюда же в этот же разговор. Вот, предварительно, кстати, очень важно, вот делюсь своими наработками уже, много соли с этим съела, предварительно позвонить всем партнерам и проверить, чтобы они выключили со своей стороны микрофон. Потому что у многих детки плачут, у многих там какие-то шебушания на скайпе. То есть, сначала звоним, проверяем, чтобы была гробовая тишина, да, чтобы мне никто не мешал. И потом добавляю человека и начинаем работать. Так, наверное, на этом этапе понятно. Ну и давайте перейдем уже конкретно к самому скайп-собеседованию. Думаю, что это тоже всем интересно. Что сейчас рассказываю, какая сейчас идет статистика. Кстати, про статистику не сказала. Сейчас у меня идет из 10 послушавших 7-8 регистраций. То есть, люди, которые прошли собеседование в скайпе уже по этому методу, который я сейчас расскажу, спокойно идут на регистрацию с большим удовольствием. Я знаю, что такая же статистика есть у Надежды Санниковой, только вчера обсуждали. Это тоже лидер, растущий, будущий директор у Родионовых. И послушал со мной человек на скайпе, тоже походили, поучились и получилась такая же статистика. Поэтому все работает. Давайте перейдем уже тогда конкретно, что говорю. Чтобы это было у вас на звуке всегда, да, можно было потом включить. Итак, вот такая вот структура беседы. Рисовала для своих новичков совсем первышей, да, можно так сказать. Чтобы было визуально понятно. Есть четкая структура беседы. Часть 1, часть 2, часть 3, 4, 5. И если это все сломать и начать прыгать с одной части на другую, конечно, ничего не получится. Проходила сама... Ой, блин, голос теряю, чуть попью сейчас. Проходила сама на своих шишках, поэтому четко знаю, что эта структура работает. И, естественно, человек спокойно после прохождения, да, послушав все 5 частей друг за дружкой, идет уже спокойно на регистрацию. Давайте теперь пробежимся по этим 5 волшебным частям. Итак, с чего начинается скайп-собеседование? В первой части идет знакомство. То есть сначала я представляюсь. Звонок пошел, человек берет трубку, я говорю, здравствуйте, меня зовут Степаненкова Юлия, я проживаю в городе Барнауле, сейчас мы работаем через интернет. Давайте познакомимся с вами. Как зовут вас и работали ли вы через интернет? То есть вот этими вопросами простейшими я задаю человеку, и чтобы нарисовать себе картинку, кто перед вами. Домохозяйка это, это программист, который ищет подработку в интернете, подработку он ищет, основной доход. Ну, то есть чтобы человек немножко рассказал о себе. Вы послушаете его и на голос, понравится, не понравится, тут же получается, что у нас с вами получается такое, совпали, не совпали, да, нравится, не нравится человек. И вот этими вопросами очень важно выстроить контакт между вами и человеком. Я спрашиваю, запись конечно идет, я спрашиваю, знакомы вы с понятием интернет-магазин, как правило человек говорит, да, конечно, потому что, ну, кто сейчас не знаком с этим понятием, все приобретается через интернет. У нас интернет-магазин хозяйственных товаров, мы работаем Россия, СНГ. Все, презентовали, познакомились. В следующей части перехожу уже к сути предложения. То есть, что нужно делать? Я, вот когда мы познакомились с человеком, я еще раз спрашиваю, у меня хорошо слышите или нет, потому что я начну очень важную информацию говорить, да, и предлагаю человеку, давайте сделаем таким образом. Я вам сейчас подробно тогда расскажу, что я могу предложить и какой человек мне нужен. Ой, это третья? Сори, перескочила, вот она вторая часть. Актуальность сферы, да, действительно, ребят, спасибо, что подсказали, вот слайды перескочили. В актуальности сферы, когда мы познакомились, говорим, очень отрасль сейчас это развивается, интернет-магазины всем знакомы вокруг. Можно здесь спросить у человека, а что вы приобретали в интернет-магазине, да, а что конкретно там, с чем знакомы, там, с каким интернет-магазином вы знакомы. Люди бывают здесь уже говорят, что они зарегистрированы в Арифлейм, то есть это тоже важные вопросы. И вы просто презентуете актуальность, почему сейчас ваш интернет-магазин будет актуален. Я говорю, наш интернет-магазин, во-первых, это хозяйственные товары, которые нужны всем, и все это приобретают. Во-вторых, у нас доставка в любой город, и мы работаем Россией и СНГ. В-третьих, качество выше, чем напрямую, ну, чем у розничных магазинов, потому что работаем напрямую от производителя, да, и человек заказывает себе напрямую от производителя, производитель сам себе плохо делать не будет. И последний момент, ценник, конечно же, ниже, потому что не требуются такие люди, как уборщицы, кассирши, продавщицы. Соответственно, зарплаты этих людей в ценник не вкладываются, ценник получается ниже. То есть просто вы тут определили уже действительно актуальность сферы, и человек примерно начал рисовать себе картину вашего интернет-магазина. Когда переходите к сути предложений, вот уже сказала, да, договаривайтесь, что вы сейчас подробно все рассказываете, и говорите человеку о том, что конкретно нужно вам, какой человек вам нужен. То есть вот тут тоже такой момент выявила для себя. То есть я не говорю, что я вам расскажу, и вы подумаете, подходим мы вам или нет, а немножко по-другому. Я вам расскажу, что конкретно требуется нам, требуется мне, какой мне нужен человек. И потом мы определим в конце, подходите вы нам или нет. То есть, понимаете, немножко ценность себе вот так вот поставили, чтобы человек уже слушал внимательно. Все, и начинается суть предложения. Я рассказываю о том, что сейчас у нас хорошие товарообороты, мы активно развиваемся, открываем сейчас филиалы уже по России и СНГ, и как бы нет у нас проблем с потребителями и товарооборотом, нам сейчас требуются грамотные менеджеры и управленцы. И мы готовы взять человека с нуля и научить его. То есть вот это очень важно. Я говорю о том, что предоставляется обучение бесплатно, что обучение у нас проходит там в такие и в такие часы, удобно ли вам быть перед компьютером. То есть, чем отличается вообще скайп-собеседование, конечно, это диалог, это не монолог. То есть, я не беру там и текстом выпуливаю всю информацию, да, а вы просто должны побеседовать с человеком и просто задавать ему вопросы так, чтобы он вам отвечал. И желательно, чтобы он отвечал ответы «да». То есть, интернет-магазин, знакомость с интернет-магазином, да, пользоваться интернет-магазином, да, да, то есть вот первые три «да», как по всем правилам нужно собрать. И начинаю рассказывать о том, что сейчас нам требуются вот такие профессиональные люди, которые точечно по всей России будут сидеть перед компьютерами и управлять, развивать филиалы наших интернет-магазинов. В чем заключается суть предложения? Так как сейчас мы развиваемся и люди ищут через интернет работу, подработку, люди ищут также возможность экономить, это как раз-таки наш с вами вариант. И чтобы человек на нас вышел, нам необходимо размещать, например, рекламу, объявления, там, создавать блоги, то есть тут вы можете сказать тот метод, которым работаете вы, да, там, не знаю, визитки раздаете, там, ну, то есть то, что вы используете, можно сюда сказать. И спрашивайте, как вы думаете, вы с этим справитесь? То есть такой наводящий человеку вопрос. Человек, как правило, говорит, ну да, ничего сложного, почему бы нет. Иногда люди здесь спрашивают, а вы мне будете помогать? Конечно, здесь говорите, да, мы вас будем обучать, мы будем поддерживать, мы вам поможем. Объясняйте, почему, то есть люди иногда тоже, с чего это вдруг вы будете ему помогать, да. То есть я сразу говорю, почему мне это будет выгодно? Да просто потому, что если я вам сейчас расскажу, как это делается, если вы будете знать, как управлять и развивать огромными товарооборотами интернет-магазина, ваши товарообороты, это наши товарообороты тоже, соответственно, нам выгодно вас научить. То есть вы просто грамотно все рассказываете, объясняете. Ольга, перезайдите, спонсор, помогите перезайти, чтобы человек слышал меня. Так, и рассказывайте, да, стать директором интернет-магазина хозяйственных товаров, вложение не требуется, набрать в него сотрудников, клиентов по нашей системе, да, то есть раскрутить, мы дадим систему, как это делать. И обучать их работать, получать пожизненный процент от всех покупок, созданные ими. Рассказывайте тут все подробно, что вы будете, ну там, допустим, размещать объявления, да, там по 50, по 60 объявлений в день. Рассказывайте, что человеку это даст. Это даст, это даст человеку огромный поток людей на скайп, чтобы вот человек, люди выходили уже на скайп. Соответственно, рассказывайте, всем людям рассказывать будем информацию мы, то есть вы говорите вы про себя как спонсор, да, вы не утруждаетесь, просто слушаете. Мы, получается, оповещаем огромное количество людей информацией через скайп и предлагаем людям два варианта. Первый – получить доступ в интернет-магазин, к хозяйственным товарам, пользоваться и экономить семьей. Это сейчас всем актуально, потому что, опять же, можете здесь напомнить, у нас такие товары, как зубные пасты, щетки, гели для душа, там, расчески, отвертки, влажные салфетки, детские товары, скатерти, посуда. Ну, то есть, вот, действительно, хозяйственные товары. И человек, ну, думает, ну, почему бы не иметь мне скидку в таком интернет-магазине. Один момент. Второй момент. Говорите, также у нас есть предложение, то, что я предлагаю вам. Это получить нашу уникальную систему и начать развивать и управлять свой собственный интернет-магазин, зарабатывать. Объясняйте здесь, почему свой собственный. Тут объясняю. Говорю, что, смотрите, на территории России и СНГ, да, вот мы сейчас работаем, согласитесь, тяжеловато было оформлять человека по принципу наемный сотрудник-работник. Как мы контролировали бы людей? Невозможно. Поэтому мы оформляем сразу интернет-магазин на вас. И поэтому уже с сегодняшнего дня мы с вами партнеры. И уже с сегодняшнего дня по нашей уникальной системе мы начинаем помогать вам наполнять этот интернет-магазин людьми по всей России и СНГ. Это очень важно, да, то есть я уже, наверное, перепрыгнула в следующую часть. Вот как раз-таки, Евгения, вот прям вы за мной следите. Уникальность системы, как раз-таки вот к этому и перешли, про уникальную систему. То есть в чем уникальность системы, что я презентую в уникальной системе? То, что мы берем половину работы за вас на себя. То есть мы уже с сегодняшнего дня начинаем помогать, начинаем наполнять ваш интернет-магазин людьми. Я перестала говорить в презентациях вот на протяжении последних двух или трех недель. Я регистрирую людей под вас. То есть вот когда говоришь эту фразу, человек начинает вот почему-то финансовую пирамиду воспринимать, что там регистрирую под вас, над вас. Вот эти вот слова я как-то убрала. То есть сейчас я просто пользуюсь фразой наполнять ваш интернет-магазин потребителями по всей России. Ну и конечно же перехожу к уникальности системы о том, что мы работаем официально. Очень важно тут поставить точку, потому что много сейчас, как вы видели тоже в интернете, и всяких лохотронов, извините за выражение, за сленг, и всяких там и пирамид финансовых, где люди обожглись уже, где люди вложились, где-то не вернули свою денежку. Естественно, они все такие немножко, как ежики сейчас. И вот эта фраза, что у нас официальное оформление, что у нас стаж, что с пакет пенсионного числения, все это есть, поддержка, конечно, человека немножко расслабляет, и он начинает все больше проникаться к вам доверием. Разъясняю тут же, что у нас оформление официально по договору с компанией, с момента, когда у вас идет уже доход, хотя бы там от 20-30 тысяч рублей. То есть это все официально. Пока что вы начинаете, тоже тут проговариваю, пока что вы начинаете, так как мы начинаем сегодня с нуля с вами, мы получаем процент с товарооборота. Тоже, Ксюша, отвечу на этот вопрос, потом перезадайте в конце тренинга. На чем закончила? А, процент с товарооборота, и, соответственно, так как мы сегодня начинаем с нуля, естественно, товарооборот ваш на нуле, поэтому процент будет расти вместе с товарооборотом. Соответственно, доход будет потихоньку-потихоньку увеличиваться. То есть это сразу проговариваю. Есть сейчас очень много людей, которые приходят на скайп. Наверное, вы тоже сталкивались с этим, что людям деньги нужны прям вчера. Прям вот я хочу сегодня зарабатывать. Я тогда говорю, извините, это немножко не тот вариант. Я вам предлагаю деловое партнерство с большими перспективами. Все то, что вы здесь делаете, останется по наследству вашим детям, вашей семье. Никто вас не может отсюда ни уволить, ни отобрать ничего. То есть вот такая перспектива. Часто еще говорю, что когда человек чувствует, вопросы какие-то начинает задавать здесь, на этом моменте. Заметьте, ребят, я еще ни разу не сказала о Reflame. То есть я до этого момента все разжевываю, не говоря про Reflame. Если люди на этом этапе, пока мы здесь еще идем, с вами по этим шагам, если они спрашивают, что за компания, я говорю, давайте я вам расскажу до конца, и мы перейдем уже к оформлению и к бренду и все-все-все. И то есть я здесь проговариваю еще такой метод, такую информацию, что девчата в декрете у нас, наши партнеры, вы знаете, что есть у нас такие экземпляры, за год работы выходят на доходы от 75-100 тысяч рублей в месяц. Что это абсолютно реально, да, и если передо мной мамочка в декрете, я обязательно это скажу, что она тоже может это сделать и воплотить там все свои мечты в жизнь. Вот, то есть на вот этом этапе я заканчиваю по структуре, по сути работы, все, да, все, закончился этот блок. Здесь я говорю, вот на вот этом моменте, все ли вам понятно по системе, что нужно делать. То есть начался диалог. Человек говорит, да, все понятно. Я говорю, давайте с вами, вот именно тогда еще, на той, да, части, на четвертой, я говорю, давайте с вами тогда договоримся сейчас о таком моменте. Я вам отправляю данные для получения личного кабинета, я вам отправляю видеоролик посмотреть на каком и профессиональном уровне, вы мне высылаете данные в ответ, и мы начинаем сотрудничать, я начинаю вас снабжать инструкциями. Так устроит? Человек говорит, да, конечно, устроит. Вот тут, когда он сказал, да, меня устроит, я хочу, да, мне нужен этот интернет-магазин, а я говорю, смотрите, один момент, я вам не сказала, да, вот сейчас как раз мы к этому подошли. Мы очень долго выбирали, вот я говорю так, мы очень долго с мужем выбирали бренд, с которым будем сотрудничать, интернет-магазин, с которым будем работать. Что высылаю, Лен? Данные для получения личного кабинета, ну, чтобы зарегистрировать человека данные, высылаю то, что мне нужно, в скайпе прям. То есть я пока что рекформу не высылаю, просто потому что быстрее человек мне напишет личку тут же в скайпе. И высылаю посмотреть наш канал YouTube, либо видеоролик на каком и профессиональном уровне, этот видеоролик все знают, это видеоролик команды продвижения. Вот, то есть на этом этапе я говорю, мы очень долго искали бренд, интернет-магазин, с которым будем сотрудничать, и сейчас мы остановились и успешно работаем по договору с компанией ООО «Арифлейм». Слышали про такую? Человек тут обычно говорит, да, слышали, и начинается работа с возражениями. Я вот так считаю, что это большой второй блок от собеседования, потому что люди будут возражать, они будут у вас спрашивать, они будут, возможно, и негативить некоторые. Это нормально, это как раз-таки наша работа. Так вот, здесь я говорю, да, это действительно Орифлейм, возможно, вы слышали, прилетали вам огромное уже количество предложений в социальных сетях, возможно, и на почту приходило. Тут человек начинает мне гундеть, да, приходила со всех сторон, этот Орифлейм уже надоел. Да, ну, потому что люди на самом деле уже информацию на самом деле из многих источников получают Орифлейм, и я знаю, что это работа многих из наших лидеров, мы молодцы на самом деле. И вот здесь я говорю, да, действительно, сейчас в 2014-2015 годах интернет-магазин компании Орифлейм вливает огромные инвестиции в Россию и работать очень актуально и очень выгодно. И поэтому, наверное, говорю, не могли же все люди с ума сойти, все, да? То есть, наверное, здесь что-то есть. И вот это что-то как раз-таки официальное устройство по договору с ООО Орифлейм с интернет-магазином этой компании. То есть, я говорю, что вы, наверное, знаете Орифлейм как продукцию, журнальчики. Знаком вам вот такой Орифлейм? Человек говорит, да, да, вот именно такой я и знаю. Я говорю, ну, как вы думаете, этим же кто-то, наверное, всем управляет, правильно? Как в любом магазине есть директор магазина, а есть кассир на кассе. Кто больше получает? Человек мне говорит, ну, конечно, директор, да, кто, понятно дело для всех, что, конечно, директор больше получает. И здесь я уже говорю тогда, ну, и здесь точно так же, это тоже интернет-магазин. Здесь тоже люди есть, которые работают с позицией управления, руководства. Есть люди, которые до сих пор, например, ну, вот я, может быть, кого-то обижу, кто работает с каталогами, с журнальчиками. Ну, вот я говорю такую фразу. Вот, и, прошу прощения, если кого-то обидела. Вот, и человек тогда уже говорит, ну, да, система другая, это прям что-то такое уникальное, да, на самом деле это, в принципе, все то же самое. Вот, и я еще раз тут повторяю бонус для вас, что сегодня мы уже начинаем наполнять ваш интернет-магазин. Вы можете посмотреть, как мы работаем, посмотреть наш профессиональный уровень и уже принять решение. Но обязательно я здесь повторяю, что обучение у нас сегодня во столько-то, во столько-то, потому что, ребят, крути, не крути, но обучение – это самое важное, что у нас есть. Человек уже на вебинаре услышит то, что сейчас он слышит, да, многие, может быть, здесь не слышали этот метод, уже поймет, что действительно серьезные люди работают, что есть и вот такие вот результаты, и вот вебинар уже будет доработкой, можно так сказать. Вот, в принципе, вот так. На этом этапе человек мне говорит, да, хорошо, я говорю, я вам сейчас все высылаю, и мы спокойно идем на регистрацию. Если говорила быстро, давайте сейчас тогда вопросы задаем, это как раз-таки тот момент настал. Что было непонятно, в принципе, старалась все подробно объяснить, как работаю сейчас. Так, ребят, давайте, подождите, сколько по времени идет собеседование? Я не успеваю быстро, 15-20 минут, не больше. Кандидата не смущает, что много слушателей сразу при проведении скайп-собеседования. Вы знаете, я включаюсь и говорю, вы знаете, сегодня что-то скайп барахлит, это мой рабочий скайп, вы меня хорошо слышите, просто перевожу уже внимание на себя. Есть люди, которые включились, увидели много людей, поняли, что конференции отключились, испугались, допустим, да. Я потом пишу, извините, вот почему-то у меня сегодня так скайп включается, извиняюсь. Про заказ на первом собеседовании я не говорю. У нас есть для этого второе собеседование, в чате мы об этом, там про рекрутинговый уже прорабатываем, лично второй раз. Так, ребят, все, я поняла, сейчас полетят вопросы. Так, где берете людей на скайп-собеседование? Сейчас у нас основной метод рекрутирования, это доски объявлений, это сайты работ, размещение объявлений, это рекрутинг в социальных сетях, это, конечно, друзья и знакомые. Так, а как человек реагирует на то, что он увидел 10 человек рядом? Уже рассказала. Какими способами вы рекрутируете? Уже рассказала. Что говорите по поводу оплаты? Говорила, это у нас идет в пятой части, про оплату я говорю, что у нас идет официально по договору, через банк, рассказываю, что мы в Барнауле оформились через банк Авангард, в своем городе вы можете выбрать тот банк, который вам будет удобен, то есть компания работает во всех городах России, без проблем оформления идет. Насчет соцпакета, Ксюша Крючкова спрашивала. Ну, Ксюш, у нас же ИП, мы же оформляемся как индивидуальный предприниматель, и индивидуальный предприниматель получает и стаж, и соцпакет, как и обычные труженики, и трудовой стаж идет. Так, поток людей в скайп, каким образом организуете? Рекрутирование. Мы просто во всех объявлениях, и когда рекрутируем в социальных сетях, вся моя команда, кстати, команда, почему молчите, помогайте спонсору, пишите ответы на вопросы, которые видите, на которые знаете уже ответы. И получается, что я просто пишу в объявлениях или, например, в социальных сетях, необходимо будет скайп-собеседование с менеджером по персоналу. Вот мой скайп, добавляйтесь там, все. То есть, у человека нет вариантов. Если он пишет на почте, там то же самое, то есть, необходимо скайп-собеседование. Регистрируем человека и рассказываем его уже, вот когда человек зарегистрирован уже, у нас есть тоже определенный алгоритм, я думаю, что у вашего директора он тоже есть, что делается дальше, да, то есть, мы добавляем в чаты, и уже второй раз созванивается либо спонсор, либо директор, и уже подробно проговариваем о том, что необходимо активировать страничку, там, сейчас у вас, например, бесплатная регистрация, это вот такая рекрутинговая, вот такой интернет-магазин. Как правило, мы не давим на человека, посмотрев в наш интернет-магазин, человек сам самостоятельно что-то себе начинает там выбирать и иногда даже спрашивает, а могу ли я что-то приобрести. Поэтому, конечно. А если в интернете пишут неинтересно, что ответить? Татьяна, очень просто, неинтересно и ничего не отвечает, но неинтересно человеку. Если человек в самом начале спросил, это Арифлейм, я говорю, что это интернет-магазин хозяйственных товаров, и у меня ИП Степаненкова, потому что иногда, а иногда и всегда, человек, который думает, и который спрашивает, это Арифлейм, я, по-моему, на своем ВО недавно приводила пример, что если каждому дать задание представить белую собаку, каждый представит свою, и мы не сойдемся на одном и том же варианте, у каждого получится своя, у кого-то баллонка, у кого-то там пекинес, да, у всех разная. Точно так же и с компанией Арифлейм. У людей разные представления об этой компании. Кто-то видел бабушку, которая стоит с продукцией, ну, вот, на промо-стойке, да, кто-то видел соседку, которая с каталогом бегает, кто-то, ну, вот, у всех разные представления. Поэтому я сначала не говорю, что Арифлейм. Я просто говорю интернет-магазин хозяйственных товаров. Потому что очень много у меня сейчас зарегистрированных уже партнеров, которые потом мне сказали, спасибо, что ты не сказала сразу, потому что они дослушали до конца, у них сложилось уже впечатление о том конкретно бизнесе, который я представляю, да, и они сказали, да, почему бы нет, почему бы не попробовать. То есть мнение поменялось. Вот в этом наша работа. Так, подождите, пролистаю. Если в интернете пишут, а, это уже ответила, какие инструкции передаете человеку? Ну, инструкции, какие инструкции? Очень простые, у нас записаны видеоинструкции, запишите тоже там для себя, для своей директорской, возможно, команды, сделайте. Как разместить заказ на сайте? Ну, то есть, вот такие простые инструкции, как действовать уже по интернет-магазину. Как работать, например, как настроить тот же скайп, как поставить аватарку. То есть, такие подробные видеоинструкции, чтобы человек спокойно в свое время, когда ему удобно, открыл. И чтобы вы самостоятельно, не каждому это рассказываете. Это, конечно, трудоемко. Очень здорово. Сразу после отклика на объявление отправляйте на сайт блога, как обычно, на скайпе. Ребят, вот, кстати, блогами мы только начали работать, наша команда, потому что как-то не давала. Сама не работала почему-то. Не пошел у меня когда-то этот метод, я на него, наверное, обиделась. И команде не давала. Сейчас только вот мы начали, команда делает блоги, команда тоже. Ну, вот, у нас получается на скайп конкретно человек выходит, либо это знакомый родственник, кого-то подцепляют, да, знакомые идут. Это же тот же самый метод, как будто бы вот мы сидим за столом, да, человек перед вами и рассказывает. Либо это с объявлений социальных сетей, где вы написали, необходимо скайп-собеседование. С блогом как это пойдет, если честно, не знаю, как там с блога выйдет человек. Можно, кстати, сделать. Сколько человек в день прорабатываете? Да хрипоты. Ну, сколько выйдет на скайп, столько и прорабатываем. А как иначе? То есть у меня бывает, что голос к концу дня пропадает напрочь. Вот. Ну, и, конечно, уже, почему работаем на износ сейчас? Потому что нужно натренировать команду, да, чтобы все умели это делать, потому что, как бы, метод очень хороший. Если человек говорит, что скайпа нет, вышлите на почту, например. На почту не высылаю. Я говорю, что в любом случае нам необходимо вас увидеть, услышать, поэтому скайп-собеседование необходимо. Если у вас нет скайпа, установите. Если нет возможности установить скайп, то мы даем ссылку в вебинарную комнату и договариваемся. Вот мы же сейчас с вами проговорили это все в вебинарной комнате, поэтому можно также завести сюда человека. Пускай вы его не слышите, но он вам будет отвечать в строчке вот тут. Нужно ли говорить, что он сразу становится потребителем в своем магазине? Ну, это как-то само собой получается. Мы же сразу говорим, что вы тоже зубы чистите, голову моете, да, поэтому посмотрите сайт и будете что-то для себя приобретать. А если в конце года, в конце, а, в конце, когда говоришь, что Арифлейм, начинают говорить, я же говорил, что Ори, нельзя было сразу сказать. Почему? Очень даже отличное возражение постоянно попадается. Я говорю, знаете, нельзя было, потому что у всех, ну, опять же, тоже говорю, у всех представление об Арифлейм разное. И теперь я уверена, что вы знаете именно тот Арифлейм, которым мы владеем и которым мы гордимся. Поэтому я вам ничего не скрыла, я вам сказала, что это Арифлейм, но вы теперь знаете полностью всю информацию. То есть я никогда не бегаю за людьми, не уговариваю, нет смысла. Если вы начинаете человека уговаривать, он, ну, как стул работает, знаете, он от вас. А если вы, наоборот, себя поставили, сказали, я не буду за вам бегать, и человек как-то к вам все время тянется. Если человек просит сначала суть работы рассказать, а потом на скайп добавиться, что тогда делать? Я говорю, что я в двух словах о своем предложении не рассказываю. И суть работы необходима на скайп-собеседовании с менеджером. Так, обязательно созваниваться для работы в скайпе. Ну, почему? А на далее нет, конечно, много очень других методов. Это просто один из методов работы, один из методов рекрутирования. Повторите ту фразу, которую необходимо говорить, вместо того, чтобы поначалу под вас будут регистрироваться людей. Наполнять ваш интернет-магазин потребителями по всей России. График есть скайп-собеседований? Нет, я иногда работаю до пяти утра. А пока переписываюсь, но на скайпе. Сколько в среднем выходит на скайп в день? Если идет... Ну, вот видите, тоже хороший вопрос. Потому что, например, у меня иногда я не успеваю физически размещать объявления, пораздавать, потому что провожу собеседование и свои личные, и, например, новичков первым, ну, там, веточку сейчас взяла новенькую, им нужно проводить собеседование людей, которые на них выходят. И у меня лично получается иногда, что я целый день провожу собеседование, а личных вот таких вот, да, что на меня человек вышел, ну, там, 5-6 человек бывает. А, ну, обычно такой средний день, если я и рекрутируюсь, сижу и провожу собеседование, ну, 5-6 собеседований в день проходит, это минимум. Бывает до 15-ти, до 23. Если рядом дети, как проводить собеседование? Очень актуальная проблема, Олесь, у нас очень много мамочек в декрете. Ну, как проводить? Подмышку и проводить? У нас девочки тоже с ребятками на руках и проводят. Можно извиниться, сказать, я вот мамочка в декрете, там, вот, если ребенок будет плакать, давайте еще потом позвонимся. Ну, как-то выкручиваться надо. Если человек перед собеседованием просит сайт для ознакомления? Я говорю, все после собеседования. Так, мои родственники хотят заказывать, а регистрироваться не хотят. Пускай будут потребителями. Часто бывает вопрос, пирамида подей или сетевой? Смотря где, в какой момент задан этот вопрос. Если сразу спрашивают, я говорю, нет, конечно, у нас интернет-магазин хозяйственных товаров. Если человек после полностью прослушанного собеседования вот такой вот выкидывает, пирамида это или сетевой, я говорю, да, это чисто сетевой маркетинг, а как иначе. Но это никакая не пирамида, если вы меня слушали внимательно. Если говорить, что не нравится продукция Reflame или что занимается Фаберликом. Ребят, ну, это, конечно, уже такие тоже распространенные возражения. Не нравится продукция Reflame? Еще мне нравится возражение аллергия, да, тоже может быть, там, типичная отмазка. Я тогда приспрашиваюсь, у вас что и на зубные щетки, и на сумки, и на скатерти аллергия, да, такого же не бывает. У нас очень большое предложение, вы можете подобрать себе именно то, что вам подойдет. И я уверена, что вы не знаете все то, что есть в Reflame. Иногда тут, на этом этапе, начинаю разговор про wellness, потому что люди не знают, что у нас есть такая замечательная продукция. Я просто говорю, знаете ли вы, что в компании Reflame есть замечательные витамины, детские, женские, там, коктейли. Человек, как правило, говорит, нет, не знаю, и уже начинается вопрос о том, что вот вы посмотрите, и уверена, что вам что-то подойдет. А бывают такие, кто отказываются, что с ними потом делать? Конечно, бывают и будут. У нас люди не все такие, прям, да, что сразу соглашаются. Люди отказываются, многие, у меня многие бывают отказываются, а потом уже ищут контакт и хотят опять попробовать что-то, может быть, передумали. То есть люди разные бывают. Если отказываются, я говорю, ну, спасибо, что послушали, до свидания, мне было приятно с вами познакомиться, удачи вам, все, до свидания. Сразу проводите собеседование. Нет, каждому отдельно. Очень тяжело работать сразу на двоих людей, и на троих тем более. Я работаю индивидуально с человеком, потому что индивидуальный вопрос, человек бывает рассказывает свою личную историю какую-нибудь, да, тут, конечно, идет индивидуально. Вы помогаете новичкам строить его ветку, регистрировать у людей, конечно. Мы так делаем сейчас, да, действительно, именно так. Поэтому мы в собеседовании говорим, что наполняем интернет-магазин. Начинаем. Показываем, как это. То есть чуть-чуть начали, и человек потом подхватывает сам. В какой момент говорите про 149 рублей? Ни в какой. То есть это уже на втором созвоне, наверное, может быть, даже на третьем, когда человек уже полностью в нашем чате расположился, и мы говорим, что у вас есть сейчас возможность бесплатной регистрации, допустим, или там, ну, сейчас рекрутинговые идут. Ребят, домашнее задание, тоже очень долго думала, что же задать, да, чтобы было интересно поработать. Первое, настроить рабочий скайп. То есть многие уже с этим справились, аватарка статус. То есть поставьте, раз вы решили пробовать этот метод. Второе, напишите себе текст собеседования, каркас, как вы будете рассказывать. Тот шаблон, который я сегодня рассказала, он работает у меня, да, то есть в любом случае точно так же не получится. Вы другой человек, да, у вас как-то, может быть, свои какие-то фишки есть, свои какие-то мысли, и это просто как образец. Можете набрать свой каркас, то, что вы хотите рассказать. И вот третье задание, очень интересное, да, творческое. Позвоните спонсору или партнеру, то есть тому человеку, которого вы не боитесь, и расскажите суть предложения, то есть тот каркас, который вы набросали, да, в голове вот его воспроизведите, постарайтесь уложиться в 15-20 минут. Это иногда сложно, да, чтобы и упростить, и сократить время. Но попробуйте, чтобы у вас уложилось 15-20 минут не растягивать, да, и чтобы меньше не получилось, потому что я четко уверена, что за 5 минут бизнес-компания Reflame не рассказать. И четвертое задание, уже прям помощнее, да, прочитать книгу «Как пройти путь от возражения к согласию» и «Бухтиярова». Это книга, которую я перечитываю, это книга, в которой написаны прям четко, как работать с возражениями. Да, иначе информация рассеет.